Медиахолдинг «Уберния» продолжает свой первый онлайн-проект под названием «Мамочки». Адресован он тем, у кого уже есть дети, и тем, кто только планирует первого малыша. Что делать, если в семье уже есть мальчик, а так хочется девочку? Кроме того, говорим о питании мамы во время беременности и после нее, о премудрости грудного вскармливания, о пищевых аллергиях мамы и ребенка. Брать или папу рожать с собой? Что такое послеродовая депрессия? Как быстро вернуться в форму после родов? И что делать, если ваш ребенок развивается не как все? Каждую среду в 17.00 на ваши вопросы отвечают только самые лучшие специалисты – неврологи, педиатры, диетологи, психологи. Вчера прошел второй выпуск онлайн-проекта «Говорили о грудном вскармливании». Как прошел вебинар и о чем пойдет речь в следующем эфире, сейчас мы узнаем в студии Катя Шитикова, ведущая онлайн-проекта «Мамочки». Доброе утро! Такая уже добрая традиция встречаться здесь. Каждый раз после вебинара. Вот, кстати, второй, да. Ну что, вебинар прошел прекрасно. Вы знаете, я хочу сказать сразу, что их сложно между собой сравнивать, например, да, если говорить о первой встрече, о второй. Я поняла, что каждый наш вебинар, он будет безумно информативным, он будет очень наполненным, очень продуктивным. Много, правда, было вчера интересной и полезной информации. Я думаю, что многие мамочки так же, как и я, до сих пор еще ее переваривают. Думаю, что не раз они еще вернутся к записи вебинара и прослушают еще раз то, что сказал специалист. Потому что очень много новой информации, очень много информации, которую должны знать, допустим, мамочки, которые только планируют ребенка или которые уже сейчас готовятся к родам. Ну и, естественно, те, кто кормят и, может быть, испытывают какие-то проблемы. Очень много частных ситуаций мы разобрали. Радует, что мамы очень подробно описывают ситуацию, описывают свою проблему. И, вы знаете, как раз на этом вебинаре очень ярко была видна обратная связь и именно общение. Потому что иногда той информации, которую мама выдала нам в вопросе, недостаточно для того, чтобы специалист дал конкретную рекомендацию и как-то прокомментировал. То есть специалист спрашивает, ему необходимы какие-то дополнения. Мама в режиме онлайн тут же отвечает на вопросы, которые задает ей лично уже специалист. И вот она, это реальная онлайн-консультация. Я не представляю, как вы вот успевали. Я знаю, что много людей писали, и вопросов было огромное количество. И тут же нужно в онлайн-режиме прям сразу отвечать. Да, мы стараемся успевать все. Действительно, вопросов достаточно много. И мы уже второй раз выходим за рамки одного часа. Но все равно мы остаемся, пока мы не удостоверимся, что действительно каждая мама получила ответ на свой вопрос. Катя, а что говорят сами врачи? Им удобен и интересен такой формат общения? Да, врачам этот формат интересен. Вы знаете, так как это такой опыт первый в нашем регионе, я других таких проектов не видела, не знаю, их не существует. Поэтому врачи, как вообще медицинское сообщество, так как они постоянно развиваются, они вынуждены идти в ногу со временем, естественно, подхватывать все новые веяния. Они понимают, что сейчас за интернетом, да, ну, будущее, да, что много сейчас действительно мам, они вот в этом онлайн-пространстве находятся. И это такая хорошая площадка для знакомства, для знакомства со своими потенциальными, возможно, пациентами, да. Это возможность поделиться своей информацией, своими знаниями. Это, опять же, возможность узнать, какие проблемы сейчас испытывают мамы, дети, что сейчас наиболее актуально. Потому что одно дело посещение приема, да, когда все-таки вы ограничены рамками конкретного ребенка и его проблемы. А здесь можно услышать и различные мнения. А вот следующий эфир будет. Чему посвящен? Следующий эфир мы посвятим детским аллергиям. Тоже очень большая тема, достаточно серьезная. И я думаю, что многие мамы сталкиваются с проблемой аллергии. И еще серьезнее проблема найти хорошего специалиста, потому что направленность очень узкая, да. Мы будем встречаться с, выбираем самого опытного аллерголога-иммунолога, чтобы разобрать все вопросы, в том числе и частного характера. Потому что вот через одну, с кем с мамой не общаешься, дерматиты, диатезы, что, как одно от другого отличается, да, как определить, на что у ребенка непосредственно аллергия. Это истинная или ложная аллергия, потому что иногда могут, опять же, насморк годами лечить и думать, что это проявление каких-то там ОРВИ, ОРЗ, а на самом деле это аллергия там на пыльцу, на пыль, на что угодно. Вот. Очень важно вовремя понять, определить. И поэтому я думаю, что вопросов будет опять много. Регистрация продолжается. Да, давайте напомним, как нам принять участие, точнее, тем, кто хочет принять участие в вебинаре, до которого осталось 6 дней. Итак, все очень просто, по большому счету. Мы заходим на портал губерния.ком, сверху или сбоку, в зависимости от того, откуда вы заходите, будет баннер мамочки, кликаем на него и попадаем вот на эту страницу. Здесь все написано, до эфира осталось 6 дней, 8 часов 34 минуты. И тема. Есть также под Екатериной, под фотографией Кати, кнопка «Подключиться». Подключаемся и переходим на страницу регистрации. Все очень просто, да. Достаточно нажать кнопку «Зарегистрироваться» и мы в теме. Я напоминаю, что можно задать вопрос заранее, потому что среди участников вебинара многие в режиме онлайн не присутствуют, просто потому что они не могут. Но, безусловно, они рассчитывают на запись эфира. Если они заранее отправили свой вопрос, то они получают на него ответ. Ну и количество мест ограничено, поэтому я думаю, что если вас интересуют вопросы, касающиеся аллергии, то уже пора. Пока что мы все-таки ограничены, да, там 150 участников. Вот такой порог мы пока для себя поставили, потому что мы по-честному говорим, что нам нужно успеть ответить на все вопросы. И мы это будем делать. Катя, спасибо тебе большое. Мы тебя поздравляем с праздником, наступающим праздником 8 марта. Ты всегда красивая, будь еще краше. У нас в гостях была Екатерина Шитикова, ведущая онлайн-проекта «Мамочки». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!